Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! От решений, принятых 11 июля, зависит наше будущее и будущее наших детей. Активно участвуйте в голосовании и зовите на избирательные участки всех граждан. Голосуйте на выборах 11 июля, отметила президент. К слову, борьба с коррупцией, проблемы в здравоохранении и экономике могут быть решены при наличии ответственного управления на всех уровнях, начиная с парламента. Об этом накануне в ходе своего визита в Сен-Жирейский район заявила глава государства Майя Санду. При этом она указала, что от участия граждан в предстоящих выборах зависит, насколько ответственным будет следующий законодательный орган и назначенное им правительство. Как сообщает Пресс-служба аппарата президента, в Сен-Жирейском районе Санду встретилась с представителями местной власти, врачами, педагогами и предпринимателями. Она обсудила с ними вопросы сотрудничества, а также реализацию проектов по водоснабжению, канализации и управлению отходами. По словам Санду, экономические агенты ожидают назначения компетентного кабинета министров, который исключит препятствия для развития бизнеса и освободит предпринимателей от чрезмерного контроля со стороны проверяющих органов. Добавим, что Дмитрий Чубашенко, журналист и кандидат в депутаты парламента, считает, что на этих парламентских выборах окончательно скомпрементированы опросы общественного мнения. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Не осталось ни одного опроса, который не использовался бы в целях манипуляции сознанием избирателей. На следующих выборах публикацию любых опросов надо будет запретить, но это другая тема. Цель этих манипуляций насколько примитивна, настолько и понятна. Убедить избирателей в том, что кроме партии нынешнего президента Майи Санду и блока двух бывших президентов, Игоря Дадона и Владимира Воронина, голосовать за кого-то еще нет смысла. За кого точно нет смысла голосовать, так это за Воронина с Дадоном. Это экс-президенты-двоечники, которые профинтили 12 лет президентства на двоих, а сейчас пытаются выдавать себя за отличников. Что касается Санду, то ей еще только предстоит стать президентом для всех граждан Молдовы, а не просто быть наследницей партии Филата. И пытаться любой ценой, как и Дадон, как и Воронин, выстроить собственную вертикаль власти и ломать через колено всех, кто ей не нравится. Партия Санду и блок Дадона-Воронина и на этих выборах устроили геополитическое побоище по принципу стенка на стенку. Они разводят по разные стороны баррикады и сталкивают друг с другом большие группы людей, которые умышленно и цинично противопоставляют друг другу только для того, чтобы те, кто разжигает эту гибридную гражданскую войну, могли удерживать и дальше свои корыстные политические и коммерческие позиции. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Продолжение следует...